Китайские учения возле Тайваня, украинское контрнаступление и российские опасения. Чем Резников хочет удивить российский флот? Обо всем этом поговорим в эфире НЕХТА. Самые важные и интересные новости. Новый виток армяно-азербайджанского конфликта. Стороны снова обвиняют друг друга. Принесет ли результаты украинское контрнаступление? Мощная российская оборона в сочетании с недостаточным обеспечением и подготовкой украинских солдат, вероятно, затормозит продвижение и усугубит потери. Депутаты бегут из России. Причины у всех разные. Я абсолютно не согласен с сегодняшней политикой государства и участвовать в ней не намерен. Я ухожу. Пишите нам комментарии, свои мысли. Спасибо, что вы с нами. Прошу вас, подписывайтесь, ставьте лайки на видео. Тогда его увидит большее количество людей. Спасибо за доверие. Начнем. В американской разведке сомневаются, что украинское контрнаступление может принести сколько-нибудь ощутимый результат. Об этом пишет Washington Post. Причиной этому они указывают недостаточную концентрацию войск и нехватку боеприпасов и снаряжения. Мощная российская оборона в сочетании с недостаточным обеспечением и подготовкой украинских солдат, вероятно, затормозит продвижение и усугубит потери. Такие выводы журналисты делают не только из попавших в сеть секретных документов, которые датируются февралем 23-го года, но и оценками официальных лиц в США, с которыми редакции удалось пообщаться. Украинские чиновники в ответ не отрицают выводов американских коллег, но говорят, что причина в задержках поставок оружия и боеприпасов от союзников. Но самое интересное предположение высказал российский депутат Госдумы Михаил Дилигян. Главные удары в ходе украинского наступления будут наноситься Западом не на фронте, а в тылу, в Москве, Питере, при фронтовых областных городах. Ждем и сохраняем спокойствие. В Крыму тоже сохраняют спокойствие, как и в Госдуме, вообще везде сохраняют спокойствие. Именно поэтому так много об этом говорят. Мы к этому готовы и никакой катастрофы не будет. Считаю, что решение о строительстве оборонительных сооружений в Крыму и на подступах к полуострову было правильным и обоснованным. Это не значит, что они обязательно будут использованы по своему прямому назначению. Все хорошо, всем сохранять спокойствие. Когда нужно будет паниковать, всем скажут. Кстати, в украинском Минобороны анонсировали некие сюрпризы для российского флота. Дело в том, что некоторые нюансы, которые до сих пор не известны нашему врагу. А это означает, что мы можем предложить им еще очередной сюрприз на море. Чередную боуну, связанную с их кораблями. Мы просто ждем слушающего момента, чтобы повторить эту историю. США и Россия спорят в ООН о том, нужно ли поставлять Украине оружие. Насколько не была бы ситуация глупой, это правда происходит. У России аргументы, как всегда, мощнейшие. Россия неоднократно созывала заседание Совета безопасности ООН по поводу опасных последствий накачки киевского режима вооружениями, которые наглядно иллюстрируют риски нарушения взяток на себя обязательств в сфере контроля над ПВН. Отмечаем, что вне зависимости от подходов тех или иных стран, происходящего на Украине, эти риски вполне реальны и применимы к любому другому государству, к любому другому региону. США и их союзники оказывают давление на третьи страны, требуя от них нарушить такие договоренности с Россией и другими государствами в интересах наращивания поставок оружия Киева. В Соединенных Штатах больше переживают о том, куда может попасть их оружие и оборудование в случае его захвата Россией. Сегодняшняя встреча представляет собой слегка завуалированную попытку изобразить Россию ответственным игроком в области контроля над вооружениями. Пытаясь скрыть реальность, она предприняла неоправданное вооруженное вторжение в соседнюю страну. Украина была захвачена и имеет полное право защищаться. Это отражено в Уставе ООН. И международное сообщество имеет полное право продолжать свою поддержку обороноспособности Украины. Это оборудование обеспечивает Украине важную поддержку, и у Украины есть сильный стимул защищаться. Соединенные Штаты продолжают тесно сотрудничать с Украиной, чтобы установить и внедрить процедуры для снижения риска незаконного перенаправления оружия и военной техники. Теперь России в конце каждого выступления или заседания будут напоминать о том, что они председательствуют в ООН не совсем справедливо. Так было и в этот раз. Данные в сеть, скорее всего, слил ребенок. Снова про секретные документы, тема, которая еще долго будет держать информационное пространство. Об этом пишет Associated Press. Не секрет, что полученные они были из чата для геймеров в сети Discord. Издание взяло интервью у человека, который был участником этого чата. Он сказал, что ему 18 лет, однако отказался назвать свое имя, переживая о своей безопасности. Человек под именем Лука, 2К, размещал публикации, в которых были те самые секретные документы, которые подхватили аналитики ведущих мировых изданий. И ему вроде как еще меньше 18. Китайские учения у берегов Тайваня тоже резонируют в информационном пространстве и заставляют нервничать не только США, но и, к примеру, Японию, которая опубликовала свою ежегодную «Синюю книгу» по внешней политике, где я выразила, цитирую, серьезную обеспокоенность увеличением военных операций Китая и России. Поскольку мы сталкиваемся с рядом новых глобальных вызовов, включая ситуацию в Украине и экономическую безопасность, мы должны преодолеть разногласия между странами. Вооруженные силы Китая и России в последнее время активизировали совместные действия вблизи Японии. С точки зрения национальной безопасности правительство серьезно обеспокоено. И мы считаем, что нам нужно внимательно следить за этим, и это отражено в дипломатической «Синей книге» этого года. Министру иностранных дел Японии уже ответил его коллега из Китая. Говорит, не нужно нагнетать. Что касается китайско-российского военного сотрудничества, мы неоднократно заявляли о нашей позиции. Соответствующее сотрудничество не направлено против третьей страны, полностью соответствует международному праву и практике и не представляет угрозы для какой-либо страны. Сейчас не время других безответственных высказываний. Призываем Японию исправить ошибочную практику нагнетания региональной напряженности, прекратить провокации и создание противоборствующих лагерей и реально реализовать свою позицию по выстраиванию конструктивных и стабильных отношений с Китаем на практике. Европейский Союз тоже делает заявление для того, чтобы как-то снизить градус эскалации. Там говорят, что статус острова не может быть изменен силой. Мы всегда призывали и будем призывать к миру и стабильности в Тайваньском проливе. Мы решительно выступаем против применения силы для любых попыток в одностороннем порядке нарушить статус КВО в Тайваньском проливе. Это все, что я могу сказать по этому поводу. Любая эскалация, авария или применение силы на Тайване будут иметь огромные глобальные последствия, говорят в Европейском Союзе. Российский депутатский корпус расползается кто куда. К примеру, депутат Пермской гордумы от «Единой России» Сергей Захаров, который выступал против войны, написал заявление, сложил полномочия и продолжил находиться в Германии. Я абсолютно не согласен с сегодняшней политикой государства и участвовать в ней не намерен. Я ухожу. Сложить полномочия и пойти на фронт сейчас, видимо, будут призывать всех депутатов разных уровней в России, которые не будут соглашаться с правительственной позицией. Хорошо, тогда будем действовать по регламенту, на отдельное голосование все поправки поставить, и я мотивирую тогда, когда их будем рассматривать. Почему? Вы не аплодируете раньше времени, потому что если такие поступки совершаются в этом зале, в первую очередь задайте вопрос себе. Зачем избирались депутатом в Государственной Думе? Для того, чтобы саботировать решение? Алексей Владимирович, напишите заявление. Напишите заявление. И встаньте плечом к плечу с ребятами. Вы что здесь устраиваете? О том же, о том же, о том, о том, о том. У нас сейчас с вами ведет публичная форма разговора. Давайте сходить из этого. Если вы собираетесь в парламент ввести сейчас в процедуру многочасовую, где вы будете саботировать предложение, уходя от содержательного разговора, это называется понятно как. Вот и все. Очередное обострение на границе Армении и Азербайджана. Как и каждый раз, стороны обвиняют друг друга в такой эскалации. Началось все с пропавшего накануне, вроде как на территории Армении, азербайджанского солдата. А закончилось взаимными обвинениями в открытии огня. Армения говорит, что азербайджанские военные открыли огонь по военнослужащим, проводящим инженерные работы. Есть погибшие и раненые. Азербайджанского солдата. Я знала, я в него помню. Он мне в него помню. Ай, короток, как он, как он сказал. Ай, боже, моя дядька. Мама, а что ты, скажи, мамулька, что там,男ся или девочка? Ты, девочка, тебе что сказал? Координационный штаб встретил вашего сыночка, он уже в Украине, сейчас мы его повезем в шпиталь, его там переродинут, глянут, доглянут, ему дадут телефон и он вам зателефонует. Все добре, бережите себя и онучка. Я тебя очень сильно люблю, всем привет, Кринок. Ну мамочка, бережите себя, у вас два свята, и онучка народилась, и сын повернулся. Спасибо, что вы с нами, смотрите нас и доверяете. Давайте еще поставим лайки этому видео и подпишемся на канал, так нужно сделать, чтобы нас с вами становилось больше. На этом у меня все, до встречи и хороших вам новостей. Субтитры сделал DimaTorzok